Доброе утро! Сегодня воскресенье и самое время подвести итоги уходящей недели. В студии Татьяна Донцова и в начале коротко о главных темах. Абакан официально получил статус столицы. Закон принят почти спустя 30 лет. Что он дает, мы спросили у главы города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие шесть лет республика получит все возможности для того, чтобы встать на ноги и сделать рывок вперед. Хакасия защитила индивидуальную программу развития. Решающая встреча состоялась в Москве на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова. Проект защищали Валентин Коновалов и Николай Шульгинов. Индивидуальная программа социально-экономического развития, сокращенно ИПР, для Хакасии – стратегически важный документ. Разрабатывали его региональные власти совместно с федеральными экспертами. Работа была непростой, но постарались учесть все, чтобы республика через несколько лет смогла выйти на совершенно иной уровень жизни. Мы постарались сделать ставку на диверсификацию экономики. К сожалению, у нас еще сохраняется зависимость от угольной отрасли. И, конечно, это создает определенные проблемы. И индивидуальная программа развития как раз-таки позволит эту зависимость снизить. Я уверен, что те задачи, которые ставит перед нами президент, благодаря такому инструменту, как индивидуальная программа развития, мы выполним на 100%. Программа нацелена на самостоятельное зарабатывание денег, пополнение региональной казны и возможность ухода от экспортозависимой экономики. В республике будут создавать обрабатывающее производство. Появится Хакасская технологическая долина. Получит продолжение развития промпарк Черногорский. И откроется еще два новых – IT-парк и технопарк. Это минимум 2000 постоянных рабочих мест. Кроме того, возведут в регионе две новых электроподстанции и реконструируют километры ЛЭП, что повлечет за собой реализацию сразу девяти важных проектов, зависимых от стабильного энергоснабжения. В этой программе есть проекты, связанные со снятием инфраструктурных ограничений, то есть со снятием ограничений по присоединению новых потребителей. Поэтому она очень важна, потому что есть ограничения по присоединению, по передаче электроэнергии, что в целом регион энергии будет защищать инфогенерацию. А сетевой эко-комплекс, развитие сетевого комплекса пока отстают. И поэтому в целом это позволит, я думаю, повысить уровень инфраструктурных привлекательности региона, его развитие, получение доходов, бюджета, которые так очень важны для республики. Важно отметить, что ИПР с гарантированной финансовой господдержкой предусмотрена только для субъектов, официально признанных Минэкономразвития страны, отстающими в социально-экономическом развитии. В минувшем апреле в этот перечень вошла и Хакасия. Но выделяя средства, федеральный центр будет пристально следить за результатами. Не рассматривайте ИПР исключительно, как израсходовать 1 миллиард рублей в год дополнительной финансировки. Рассматривайте ИПР как некий инструмент дополнительной концентрации, в том числе и федеральных ресурсов, на проблемах конкретного региона. Чтобы мы использовали этот миллиард не как источник затыкания дыр, а как то, что поможет нам консолидировать все остальные источники, условно, и будет замковым камнем, который всю эту конструкцию соберет. Вот, наверное, общий подход такой. Финансирование программы полностью федеральное, причем ежегодно в период с 2025 по 2030 годы. Объемы Москва утвердит в срок до 1 октября. Наталья Громашова, Вести Хакасия. И еще одно большое событие для Хакасии, которое можно назвать историческим. Город Абакан официально стал столицей республики. Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии Верховного Совета. Это был единственный вопрос повестки, но на его обсуждение ушло почти два часа. И легким процесс принятия точно не назовешь. Ольга Стильмах с подробностями. 41 депутат на входе превращается в 34. Вот такая странная арифметика. На попятную идут народные избранники от КПРФ. Саботируют сессию, пройдя регистрацию, принципиально не занимают свои места. Давая повод для шуток. Михаил Александрович хотел что-то сказать, но сейчас пропал. Я не коммунист, я не пропадаю. Сессия внеочередная, потому что тянуть, как и бежать от принятия решения, дальше некуда. Этот процесс и так затянулся на долгих 26 лет. Именно столько ждет Абакан свой официальный статус в столице Хакасии. При этом главным в республике и так являясь. Первый законопроект был разработан еще в 1998 году. Так что документ можно вполне назвать законодательным долгостроем, если так можно выразиться. В этом вопросе давно пора поставить точку. Юридическая формальность дорого обходилась городу. Средства от сборов НДФЛ идут в республиканскую казну. На развитие Абакана остается лишь 15% от суммы. Статус столицы позволит прибавить к ним еще 5%. А это практически 300 миллионов рублей. По таким соотношениям давно живут все соседние регионы. Единственным городом в Сибирском федеральном округе с минимальным отчислением 15% является Абакан. Для примера Кызыл, Барнаул 20%, Томск 25%, Иркутск 26,5%, Кемерово 28,3%, Новосибирск 30%. Прекрасно понимаете, чудес не бывает. Развивать город, тем более столицу, без ресурсов достаточных просто невозможно. За статус столицы высказались без малого 75 тысяч абаканцев. Но несмотря на это в зале парламента разгорелись острые споры. Стращать стал Минфин. В случае принятия законопроекта с первоначальной редакции для обеспечения новых расходных обязательств и сбалансированности республиканского бюджета правительство Хакасии все-таки будет вынуждено уменьшить объем финансовой помощи другим муниципальным образованием почти на 300 миллионов рублей. Фракция против. Она проголосовала своими ногами. И я вынужден, как житель Саиногорска, проголосовать тоже против этого закона. С доводами Минфина и представители КПРФ готовы спорить единороссы и либерал-демократы. Абакан сам зарабатывает на свое развитие, наращивая объем поступлений от НДФЛ. Только в прошлом году горожане заплатили налогов на сумму больше 6,5 миллиардов рублей. В бюджет республики ушло 5,5. В город вернулось только 900 миллионов. Зачем пугать наш муниципалитет? Коллеги, Минфин, я к вам обращаюсь. Хватит позориться. Давайте будем зарабатывать деньги для республики. Все наши гости, все жители республики, куда в основном приезжают? В Абакан. Какая огромная нагрузка на центральный, на столичный город, который является и историческим, и культурным центрами, и экономическим центром. Дополнительное возникает для того, чтобы всех этих людей принять, обласкать, обогреть. И вы считаете, на это не требуются деньги? А я считаю, требуется. Речь идет лишь о каких-то 300 миллионах, которые, по сути, глобально на бюджет республики никак не повлияют, по крайней мере, не подкосят его уж точно. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. И всю свою энергию, на мой взгляд, нужно направить именно на это. Причем совместную и нашу, как парламентариев, так и исполнительную власть. За 31, против трое. Проект закона принят в первом и окончательном чтении. Это не означает, что эти деньги будут... Что кто-то недополучит из территории. Это перераспределение в рамках республиканского и городского бюджетов. Это не предел мечтаний, честно говоря, 5-5%, если мы сравниваем с другими городами. Но для города Абакан это действительно большая поддержка, которая пойдет на его развитие. Совсем скоро правительство и законодатели начнут верстать бюджет следующего года. Да и он будет написан уже с учетом новых реалий, где Абакану дадут возможность решать чуть больше проблем и развиваться чуть быстрее, как и положено региональной столице. Ольга Стельмах, Арсений Симонов, Вести Хакасия. События действительно важные, но широко обсуждается. Но не все сообщения в тех же телеграм-каналах надо принимать за чистую монету. Чтобы окончательно разобраться в тонкостях принятого закона, мы пригласили в студию главу города Алексея Лёмина. Закон дает право получать Абакану больший процент сборов по НДФЛ. Поясните, пожалуйста. Совершенно верно. Муниципалитеты, по своей сути, получают не так много доходов и не так много налогов, которые поступают в казну муниципалитета. НДФЛ относится к числу основных. Что такое НДФЛ? Это тот налог, который платится все теми, кто работает в нашем городе. Мы с вами и другие абаканцы уплачиваем НДФЛ, который попадает и расщепляется на два уровня бюджета. Так вот, 85% от того, что уплачивают жители города Абакана, отмечаю, жители города Абакана, он попадает в региональный бюджет. И 15% остается только в муниципальном бюджете. По цифрам, в 2023 году в региональный бюджет вот эта вот доля 85% составила свыше 5 миллиардов 600 миллионов рублей. А вот в бюджет города Абакана попало всего 995 миллионов рублей. То есть мы говорим о том налоге, который город собирает, город собирает. И нам из него остается только, действительно, только 15%. Законопроект, который принят и в настоящее время это уже закон, определяет, что в рамках реализации этого закона, в рамках реализации всех тех основных направлений, которые должны осуществляться, городу будет предусмотрен дополнительно межбюджетный трансферт в размере не ниже 5% НДФЛ, который поступает в региональный бюджет, собираемый в городе Абакане. Что такое межбюджетный трансферт? Я сразу, наверное, объясню, и это нужно объяснить всем, что межбюджетный трансферт – это средство, которое предоставляется с вышестоящего бюджета, нижестоящего бюджета, то есть с регионального бюджета, муниципальный бюджет, и он будет носить исключительно адресный характер. Эти средства невозможно будет использовать, условно говоря, на содержание каких-то объектов. Эти средства будут направлены адресные именно на развитие Абакана. Это может быть благоустройство, это могут быть дороги, это могут быть парки и скверы, но это будет определяться соответствующим соглашением между правительством Республики Хакасии и городом Абакана. То есть это будут целевые по большому счету деньги? Это будут исключительно целевые деньги на развитие Абакана. По нашим подсчетам, это порядка 300 миллионов рублей. Что такое 300 миллионов рублей для города Абакана? Например, вся программа благоустройства, городская программа благоустройства этого года, это те деньги, которые город выделяет на благоустройство, различные благоустройства, составляют как раз примерно вот эту вот сумму. Поэтому это позволит нам в дальнейшем, конечно, расширить наши благоустроительные работы, предусмотреть какие-то новые важные проекты, я их могу просто вот даже назвать сейчас, которые проекты хотелось бы увидеть в рамках реализации данной программы. При этом еще раз напоминаю, еще раз отмечаю, что речь идет о том НДФЛе, который выплачивается жителями города Абакана. Это жители города выплачивают, и только 15% в настоящее время остается в нашем муниципальном бюджете. И все разговоры о том, что жители других районов, городов, при этом получат меньшие средства безвозмездных поступлений, ну, так скажем, это просто неправда. Это неправда, потому что норматив отчисления по другим городам не меняется. Допустим, был он по Саиногорску 25%, но он также на следующий год 25% и остается норматив. То есть с того НДФЛ, который собирается в городе Саиногорске, Саиногорск в бюджете самого города будет оставаться, оставалось и будет оставаться 25%. Точно так же по другим районным городам. Кроме этого, я отмечаю, что ежегодно, вы прекрасно понимаете, что ежегодно у нас в последнее время изменяется мород правительства Российской Федерации, в последнее время делает это своевременно, и, соответственно, заработная плата растет. И, соответственно, НДФЛ, который уплачивается жителями города Абакана, он растет. И, например, по прошлому году, мы даже подводили точные цифры, дополнительно региональный бюджет от НДФЛ, который собирается в городе Абакане, получил 831 миллион рублей. Это дополнительное средство. По 2024 году мы прогнозируем, что это будет более 1 миллиарда рублей. А про программу, вы прекрасно слышали, это всего лишь 300 миллионов рублей. Поэтому говорить о том, что другие муниципалитеты в этой связи недополучат, ну, это неправильно и неверно, и это просто, так скажем, манипуляция общественным мнением. Я бы вот это называл таким образом. Я не совсем понимаю вот это противостояние в этом вопросе. Зачем? Это одно общее дело. И те, кто приезжают в наш регион, они же приезжают в первую очередь в Абакан, и многие судят по республике Хакасио, по Абакану. Абакан – это лицо республики Хакаси. И, конечно же, хотелось, чтобы это лицо преображалось из года в год. И в том числе и центральная часть города, и другие районы города. И поэтому мы совместно должны быть заинтересованы в том, чтобы это развивалось. Закон принят с началом действия с 1 января 2025 года. Это уже он однозначно будет исполняться? Или у правительства есть право наложить запрет? Закон принят Верховным Советом, и в соответствии с законодательством этот закон должен быть подписан председателем правительства, главой республики Хакасио. Поэтому мы все ждем подписания данного закона. Не только я, но и жители города Абакана все ждут. Ну и, собственно, после этого закон вступает в силу за исключением статьи финансирования. Она логично вступает с нового финансового года, с 1 января. Но при этом при формировании бюджета регионального на следующий год она, конечно, в обязательном порядке должна учитываться. Может быть, наложено право вето? Теоретически да. Но я надеюсь, что здесь будет здравый смысл, и мы просто приступим к хорошей совместной работе. Закон о столице стал настоящим подарком ко Дню города. Впервые Абакан отмечал праздник в новом статусе. Местом проведения стали традиционно парк культуры и отдыха и стадион Саяны. Концерты, выставки, мастер-классы, соревнования, развлечения были на любой вкус. День города всегда считался семейным праздником. В этом году он и был посвящен Году семьи. Тема Абакану близка. В городе много делается для того, чтобы комфортно жилось и детям, и взрослым. И теперь, после принятия закона о столице, появилось чуть больше возможностей, чтобы столица республики Хакасия продолжила свое преображение. Город – это прежде всего его люди. Абакан – это мы. Мы все вместе. Именно поэтому наш город будет становиться все лучше и лучше. Для того, чтобы наши дети, наши внуки Своё детство здесь вспоминали всей душой. Для того, чтобы наш Абакан рос, для того, чтобы наш Абакан становился лучше, краше, для того, чтобы мы здесь с вами все хотели жить, мечтать и любить. Абакан сегодня динамично развивается. Это красивый город. Вот с кем из приезжих не разговаривал, он влюбляет в себя, влюбляет навсегда. Сердце остается здесь, в Абакане. Поэтому, дорогие абаканцы, спасибо вам за искренность, спасибо за любовь к родному городу. Дорогие абаканцы, дорогие гости столицы Хакасии, именно столицы. Год назад я вам здесь с этой сцены обещал, что свой 93-й день рождения Абакан будет встречать в новом статусе. И вот позавчера Верховный Совет принял историческое решение. И я уверен, что действующая команда Абакана во главе с Алексеем Викторовичем Шлебиным обязательно этим воспользуется и сделает наш город еще комфортнее, еще уютнее, еще краше. Я хочу поблагодарить всех тех, кто работает по развитию Абакана и пожелать им здоровья и успехов. Абаканцам и членам семей всех в Абакане хочу пожелать счастья, благополучия. Абакану процветание. Хочу пожелать, чтобы город постоянно развивался, становился лучше. С днем города! Спасибо большое. Республике придется снова решать проблему с ползающей дороги возле моста через Енисей. Речь идет об участке трассы из Абакана в Минусинск через Подсинье. На этой неделе был объявлен локальный режим ЧС. Три года назад здесь уже проводили большой ремонт, но оказалось вопрос не закрыт. Рассказывает Мария Добрынина. Проседание грунта уже составляет больше, чем полтора метра. Значение опасное. К слову, это хорошо видно по опоре, на которой располагались столбы уличного освещения. Их убрали, чтобы они не упали. Стоит добавить, что насыпь не съезжает по типу сели, а именно проседает. Как известно, внизу грунтовые воды вымывают именно дно. В этом и состоит вся сложность этой дороги. Торжественно открыли этот участок осенью 2021-го после грандиозного ремонта. Водители хорошо помнят, как в течение полугода приходилось из Абакана в Минусинский обратно добираться по Братскому мосту, наматывая лишние километры. Но все надеялись, что о проблеме с ползающей дороги забудут. К реконструкции тогда привлекли специалистов из Красноярска. Для подгорной местности, где огромный пласт земли содержит глину, пришлось разрабатывать специальный проект. На глубине 8 метров поперек дорожного полотна было установлено 4 водосборных колодца. Их соединили трубами для отведения дождевой и грунтовой воды. Затем укрепили насыпь так называемыми полками. Укладывали слоями скальник, что должно было помешать перекосу. На 180 метров проблемного отрезка дороги ушло больше 70 миллионов рублей из республиканского бюджета. Тогда Минтранс Хакасии заверил, проблема решена раз и навсегда. Но в этом году стало очевидно, битва с подземными водами проиграна. В общем, где-то в районе 1800-2000 кубов здесь будем укреплять. Здесь основная причина в воде, потому что под дорогой идёт вода. Дорога сама нормальная, хорошая, но откос смевает, внизу глина, глина намокла и скала провалилась. Мы сейчас час скалой будем отсыпать, а час пыгается. Всё это выглядит, как попытка заклеить пластырем открытый перелом. Сейчас движение по мосту не перекрыто, по краю установлено ограждение. Водители просят быть крайне внимательными. Комментарий Министерства транспорта по поводу дальнейших действий получить не удалось. Однако есть информация о том, что осенью планируется реконструкция железной дороги, где пойдёт второй путь. И здесь уже в любом случае придётся кардинально решать проблему отводить грунтовые воды. Другого выхода, как показал дорогостоящий эксперимент, нет. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Жителям Бея не дают покоя работы, которые проводятся в селе. Напомним, там углубляют русло реки. Мы уже рассказывали, что этого ждали многие годы. Но только те, кто каждую зиму страдает от наледевых вод. Другие уверяют, что вмешательство привело к осушению скважины колодцев. Вопросы изучили в Минприроды и дали окончательный ответ. Что дальше? У меня здесь малышок. Скважина. Вот здесь вот скважина у нас. Сколько метров она примерно? Она 5 метров у меня. Бывает глубина 9 метров, 6 у кого-то. У меня вот 3,5 метра колодец. Все зависит, на каком уровне вода. Хватало и для нож, и для помыться, и поливать огороды. Сколько? Ну вот сейчас... Было метр 20. Давайте посмотрим, что сейчас. Вот все. Труба уперлась в дно. Достаем трубу. Местные жители предоставляют улики. Вода пока не исчезла окончательно, но уходит. И это в жаркое засушливое лето. Скважины у всех неглубокие, до 10 метров. Колодцы и того мельче, но раньше воды всегда было вдоволь. Однако им в ответ с другого берега односельчане рассказывают о своей жизни. Тоже в непростой, но зимний период. Ближе к январю начинается постепенно наслоение льда. То есть это не просто вода идет. Сравнивается с берегами, постепенно она переходит. То есть и, соответственно, переходит на дорогу. В общем, это с декабря и вот до самой весны. Подходит к дому. Мы как бы в сельсовет каждый год обращаемся. И в администрацию нам привозят машины со шлаками, с кочегарок. То есть здесь просто перегораживают такую насыпную дамбу. Потом, соответственно, все начинает таять. Опять все сюда у нас как бы здесь низина. Из Пушкина вода бежит. То есть получается у нас здесь вода. И мы к дому вот реально подъехать нам целая проблема. Именно поэтому после режима ЧС в районе в 2018 году, когда было подтоплено порядка 180 домов в Бее, Минприроды Хакасии вышла на защиту проекта, который одобрил федеральный центр и выделил деньги на углубление всего русла реки. По мнению специалистов, другого выхода не было. Я уже говорил, следствие наледи образования приводит к затоплению близлежащих территорий. Других вариантов здесь, к сожалению, не будет. А дамбу нас это не будет? Дамбы ничего не решит. Тем более, что они очень разветвленные, эта сеть. И она охватывает практически весь населенный пункт. Углубление продолжится. Проект из-за ухода воды из мелких скважин не свернут. К тому же независимые эксперты приводят свои доводы, почему углубление бейки и понижение уровня в колодцах это совпадение. Уровень воды будет меняться ежегодно в зависимости от циклов водности, в зависимости от количества выпавших атмосферных осадков. Есть соседний государственный пост в Сиреново-Троицкое, по которому у нас наблюдается снижение уровней. Четкая линия тренда по нескольким скважинам. Например, привели, что там не углубляется река и все равно идет снижение уровня. Если все же будет доказано, что повлияли на уход воды именно проводимые работы, дорогостоящую экспертизу, к слову, должны сделать либо сами жители, либо сельсовет, то и в этом случае решать проблему придется своими силами. Власти не могут углубить каждому скважину или выкопать колодец. Это все индивидуальные источники воды, нигде не зарегистрированные. Использование бюджетных средств в таком случае будет считаться нецелевым расходованием, что влечет уголовную ответственность. Наталья Громашова, Мария Добрынина, Арсений Симонов, Вести, Хакасия. В селе Арбаты Таштыбского района продолжается строительство школы. Ее ждали здесь без малого 30 лет. Старая деревянная школа 1997 года постройки проектировалась под детский сад, поэтому рассчитана лишь на 90 человек. Фактически же учатся здесь почти полторы сотни. Спортивного зала нет, уроки физкультуры зимой идут в Актово. Проект нового здания разработали еще в 2019-м, однако строительство началось только в 2023-м. За это время подорожали материалы и изменились санпины. Начальная цена вопроса была 330 миллионов рублей, но на финише сумма значительно возрастет. Возводят объект по федеральной программе комплексное развитие сельских территорий. Новая школа разместится на площади более 3000 квадратных метров. Будет состоять из нескольких одно- и двухэтажных блоков. В помещении обустроят спортивные актовые залы, пищеблок, теплые санузлы, кабинеты оснастят современным оборудованием и мебелью. Есть проблемные вопросы, которые необходимо решить, но с учетом сегодняшней позиции и подрядчика, и заказчика, то есть есть понимание, что школа в графике. Есть определенные нюансы, которые необходимо сегодня снять, да, то есть по благоустройству некоторые вопросы, которые уйдут в позднее, могут осень зайти, да, то есть, так что в диалоге мы все эти вопросы решаем. Я думаю, проблем не должно быть, то есть мы в этом году должны завершить средства на школу. Ученые начали изучать тайны Позарымских озер. При поддержке Русского географического общества стартовала научная экспедиция. В составе группы сотрудники заповедника Хакаски и ученые из Томского госуниверситета. О задачах и значимости события Константин Кравцов. В небольшом сундучке ученого-лимнолога очень много тайн. Во-первых, лимнолог, специалист по изучению озер. Что для этого надо? Всевозможные реактивы, паспорт озера, куда нужно вносить все данные, ну и главное — эхолот, прибор для определения глубины. Он посылает радиосигналы, они отражаются, ну и, соответственно, зная скорость прохождения, мы можем измерить глубину. Удобная такая штука. Раньше пользовались плотлинями, даже вот Магеллан, когда плавал, он намерил 328 метров. Вот, ну это представляете, какая веревка должна быть. Станислав Ахматов, доцент Томского госуниверситета. Грядущая экспедиция в Хакасии — исследовательский дебют. Задача — добраться до озер Пазарым и Улуколь. Прежде эти объекты никогда не попадали под столь пристальный взгляд ученых. Конечно же, будет очень интересно на них взглянуть, ну и увидеть вообще, какой генезис котловин у этих озер, какая глубина, гидрохимией тоже позаниматься, то есть исследовать состав воды, там, из чего он состоит, может, там медь есть. Одной из характерных черт высокогории заказника Пазарым является множество ледниковых озер, видовое население которых до сих пор не изучено. В рамках комплексной экспедиции планируется также оценить данные фотоловушек, их по пути порядка полусотни. Это же все как раз служит основой потом для картографического материала. Это можно будет использовать в том числе и в вузах, в школах, там, для экологического просвещения. Не только сугубо научная информация будет получена, но еще и такая информация, которая может иметь прикладное значение. Впереди 50 километров пути пешком к озерам Пазарым и Улуколь. Две недели работ и также пешком назад. Перемещение основной части груза обеспечено лошадьми. В Исокогорье почти в 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Практически нетронутая заповедная тайга, броды и перевалы. От такого голова кругом в буквальном смысле. Когда первый раз пошел в экспедицию, мне было трудно дышать на коне. Я дышал хуже коня. Просто не хватало кислорода. Вообще научные работы на столь отдаленных участках – это всегда событие на самом деле. Но когда идет большая группа исследователей, это, конечно, мы рассчитываем получить большой, хороший, положительный результат. Комплексная экспедиция на Пазарымские озера проходит при поддержке русского географического общества. Это один из ярких этапов изучения территории заказника, площадь которого составляет больше 250 тысяч гектаров. Кто знает, может впереди, где-то в глубинах, их ждет настоящая сенсация. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакассия. Побывали сотрудники и на другом участке заповедника Хакасский. Самым отдаленным инспектор и лично директор Виктор Непомнящий провели осмотр территории и заодно навестили Агафью Лыкову. Говорят, это путешествие было сложным, но запомнится надолго. Рассекая водную гладь, к отшельнице спешат гости. Путь лежит в таежную глубинку, где в 250 километрах от цивилизации проживает Агафья Лыкова. Несмотря на то, что дорогу легкой не назовешь, несколько раз в год друзья навещают одинокую женщину. В этот раз лодку местами пришлось буквально тащить на себе. Воды в верховьях Абакана крайне мало. Еринат распался на несколько мелких речушек. И, как говорят участники экспедиции, до большой воды Кагафьи Карповне больше не попасть, только пешком или на вертолете. Хозяйка гостей не ждет, но всегда им рада. Сейчас основные хлопоты в огороде. Дарами с грядки, особой репой, которую выращивал еще отец отшельницы Карп Лыков, спешит угостить и путников. Хозяйство у Агафьи Карповны хоть и небольшое, три козы да кошки, но за всем нужен присмотр. Пока приходится справляться одной. И дров нарубить, и воды натаскать, и урожай собрать. Но скоро на заимку приедут волонтеры. Каждый год они навещают отшельницу в августе и помогают подготовиться к зиме, которая в тайге длинная и суровая. Таковы были главные новости уходящей недели. Смотрите «Вести». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова